Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». С вами Ольга Алексеева. В Чебоксаров завершился 30-й фестиваль музыки композиторов по Волжье и Приуралье. Сколько гостей посетили нашу столицу и чем фестиваль запомнился, нам расскажет Николай Казаков, председатель правления Союза композиторов Чуваши. Николай Нилович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о фестивале этого года. Из каких регионов приехали гости и понравилось ли у нас им? Фестиваль традиционный. Начало фестиваля 1982 год. Я очень хорошо помню этот фестиваль. Я тогда учился в Казанской консерватории. И приехали композиторы шести республик, в том числе и чувашские известные композиторы тогда были. Филипп Лукин, Тимофей Фондеев, Анисим Асламас. Это все сейчас уже такая история, скажем так. Александр Васильев был на том фестивале. И вот с тех пор ежегодно композиторы шести республик – это Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Мариел, Чувашия. Ну, иногда в последние годы еще к нам присоединялись композиторы из республики Коми. В принципе, это национальные республики, которые в основе музыки которых – пентатоника. Поэтому очень интересно нам обмениваться, скажем так, мнениями, в какую сторону музыка развивается. Вот получается, пентатоника – это всего пять нот, но у каждого музыка своя. Татарскую музыку не спутаешь с Чувашской, Чувашскую – с Мордовской. Поэтому, получается, я думаю, что фестиваль очень нужен. Мы выявляем тренды, какие сегодня, в 21 веке, как музыка развивается. И вот эти концерты показали, что, конечно, во-первых, огромное спасибо нашим исполнителям. У нас симфоническая капелла во главе с народным артистом России Марисом Николаевичем Клашкиным. Прекрасно исполнили интересные сочинения. Я рад, что была симфония и Чувашского композитора Юрия Павловича Григорьева. Масштабные сочинения. Была симфония очень необычная, скажем так, Марийского композитора Анатолия Александровича Тихомирова. Это Марийский композитор, который всю жизнь прожил в Москве. И вот он сочинил такую симфонию, где слышны и марийские интонации. Также состоялись концерты камерной музыки и хоровой музыки. В хоровой музыке, я хочу сказать, наверное, Чувашия во главе этих республик. Исторически так сложилось. У нас чувашский народ очень любит хоровое пение. Может быть, это связано, что мы всегда любили сообща работать. Вот у нас есть там понятие «ниме». И музыка, она благодаря, что есть вот такой фундамент, очень хорошо развивается. Самым таким вершиной хорового творчества у нас является произведение Александра Васильева. И современные наши композиторы тоже, они сочиняют хоровую музыку. Есть у нас отличные коллективы. Вот капеллы, то, что я назвал, под управлением Марии Николаевича и Клашкина. И государственный ансамбль песни и танца. Также и городская у нас, муниципальные капеллы есть. То есть хоры у нас развиты. И я рад тому, что и академическая симфоническая капелла развивается. То есть оркестр практически сейчас уже, мы можем сказать, это полноценный симфонический оркестр у нас есть. И рад также очень, что на фестивале не только присутствовал, но и его музыка исполнялась. Председатель правления Союза композиторов России Рашид Фагимович Калимулин. И он остался очень доволен. И приятно слышать о том, как в нашей республике развивается. Как вы другие регионы оцениваете? Другие регионы, ну, вот в процессе подготовки к фестивалю, я начал летом еще звонить, вот какие новые произведения. Я был очень удивлен, что в Татарстане очень много молодых композиторов. В основном мы же друг друга все знаем, и даже знаем, какую музыку человек может сочинить. Примерно представляем, на каком уровне находится тот или иной композитор. Вот в Татарстане там членов Союза 60 человек у них, у нас 17. И вот молодых ребят, они с огромным интересом пишут татарскую музыку, развиваются. Но хочу сказать, было приятное открытие для меня. Мне позвонила девушка одна, говорит, я вот пишу музыку, закончила Казанскую консерваторию. Я все время говорил, что я последний чувашский композитор, который умеет говорить по-чувашски. Оказывается, я был неправ, но всегда подумал, надо меньше говорить. Не знаю. То есть есть последователь. Да, и Алина Борисова, она закончила три года назад в Казанскую консерваторию, сейчас живет в Канажском районе, воспитывает двоих детей. И вот на фестивале прозвучала ее музыка. И также у нас есть студент последнего курса Казанской консерватории, Дима Пахмутов. Я думаю, что он тоже к нам приедет, будет писать чувашскую музыку. Но чувашская музыка, она пишется сейчас по всему миру. Вот член нашего Союза композиторов Юра Ереванов, он закончил факультет искусств нашего университета и потом поехал учиться композиторскому мастерству в Соединенные Штаты Америки. Вот в Оклахома-Сити он закончил университет, пишет, присылает нам музыку, остался там жить, но мечтает для нашего театра оперы и балета сочинить балет. Я думаю, что сегодня мир такой, что не имеет значения большого, где живет человек. Если душа требует музыки. Да, главное, он слушает нашу музыку, слушает наше радио, то есть совершенно может в курсе сегодняшних событий быть и писать чувашскую музыку. Также у нас несколько членов нашего Союза живут в Москве, но пишут чувашскую музыку. Замечательно. Скажите, а чего не хватает фестивалю? Как вы считаете, это ваша оценка? Фестивалю, наверное, не хватает. То есть можно подумать о том, чтобы он был поближе к народу, потому что вот эта профессиональная музыка, я ее сравниваю с высокой модой. Вот, допустим, показывают моду. Может быть, большинству населения это вообще непонятно. Как это носить и где? Да, что это такое, это вообще как будто для кого-то это чушь. Вот профессиональная музыка, она тоже может так восприниматься, и поэтому не всегда полные залы на этих концертах, потому что сложная она для восприятия музыки. Но вот эта музыка, она дает тренды развития. То есть через та же мода же, она, допустим, через 30 лет уже обычные люди начинают носить. А вот эти модельеры, они придумывают, то есть это какое-то направление, движение. То есть кто-то же должен вести. И хорошо, что вперед, когда ведет профессиональное сообщество. Если какие-то дилетанты там начнут нас, я думаю, как Сусанин, они могут завестись туда, не туда. Поэтому эта музыка, она нужна, она как раз дает направление. И вот я бы мог бы, допустим, в рамках фестиваля проводить такие концерты, которые интересны массовым слушателям. Сейчас, допустим, очень модная этномузыка. Вот мы даже в филармонии возрождаем вот эти волынки старинные на ударных инструментах. И во всем мире к этому проявляется интерес. И на эти концерты люди просто, они, ну как сказать, идут с огромным интересом. Это более понятно. Поэтому можно сделать так. То есть и для массового слушателя, и для профессионалов. Что ж, я надеюсь, что у вас все получится. Я думаю, что да. Спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. А я напоминаю, что вы смотрели программу «По существу». Слушайте хорошую музыку. С вами была Ольга Алексеева. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»